Привет, вставай, солнце улыбается Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? У меня настроение очень хорошее. По нашему обиду, когда дочка рожает или невестка рожает, надо, чтобы больницу отвези, хавить. Сейчас я покажу, как я всё делаю, чтобы первый раз кушать после рода, чтобы молоко больше было, чтобы кишки хорошо работали, что у ребёнка животное болело. Молоком идёт вот такой аромат пшено, пшеница. Почему пшеница везде богатство читается? Вот и в организме пшеница это богатство. Хочу огромное спасибо сказать за вчерашние все поздравления. У меня инстаграм пропал, не показывает кто, что, где, потому что взорвал весь инстаграм, столько много письма. Поздравления для внука, для дома, да, это уже всё, наверное, улетел в космос. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поздравила. И я знаете, что хочу сказать? Кто меня поздравила и писал такое шикарное письмо, в этом году ждите чудо. Как у меня всё творилось чудо, и у вас будет от Бога. Всё сбудется, то, что мечтали. Ребёнок будет, дом будет, жизнь будет. Всё будет цвести. Вот такая шикарная. Кто мне писал благодарность, кто мне поздравил. Ждите чудо. Чуть больше делай, потому что вдруг там соседи у дочки захотят тоже кушать, чтобы она угостила всех своих подружек, кто лежит в палате. Тоже родили, а мало ли, что, может, современные люди этого не понимают. Мы стародеревние, обычаи ещё держим. Мне всегда принесла свекруха. Это вообще-то свекруха должна быть. Из-за того, что у меня дочки рядом нет свекруха, мама всегда рядом. Поэтому не имеет значения. Свекруха не то мама готовит, мама не то свекруха готовит. Так что начинаем готовить армянский традиционный хавиц. После родов обязательно надо, чтобы невестка или дочка покушала. Сколько вот так растапливаем сливочное масло. Я взяла 180 грамм. Потому что я читаю, что моя дочка не одна там будет. Сейчас добавляем муку. Почитаем, сколько ложку добавляем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну вот, всем пока сделаем. Потом начинаем вот так размещать. Так же халфу можно готовить. Ванили. И сахар. Халва готова. Жарим до золотистого цвета, дорогие мои. Вот так вот так жарим. Самое главное, что здесь нужно? Готовить с любовью, дорогие мои. А так у нас все получится. Видите, вот сейчас покажу. Вот румяночный. Тихо-тихо. Она румяней становится. Здесь только самое главное, не торопитесь. Не надо торопиться. Тяп-ляп нельзя. Надо сделать золотистым цветом, чтобы запах был необыкновенный. А так запах мукой слышно. А когда жаришь, как... Вот видите, как... Вот видите, как золотистый цвет становится. А она необыкновенно другой вкус. Вот вы попробуйте, потом будете мне вспоминать. У нас уже почти золотистый цвет. Огонь делала еще тише. Потому что сейчас мы будем добавлять водички. Не боимся. Не боимся. Смотрите, потихоньку воду добавляю. Чтоб тоже вас же не было. Сильно, чтоб прыгнула везде. За мамой никто не бегает. И мы особо все делаем с любовью и одущей. Смотрите, какой становится. Пишненький. Вот видите, уже можно с любовью добавлять. Потому что это уже не брызгается. Смотрите, как красота получается. Кашка малашка. Кашка малашка. Кашку варила. Деткам кормила. Все наши детки наховители. Наши дети, да. Все наховители выросли. Поменяла лопатка. Что-то мне неудобно было лопаткой. Я говорю, давно не делала, уже и забыла. А так лучше. О, так мне больше нравится. Сейчас уже можно посолить, дорогие мои. Она вкусно. А у меня муж еще медом кушала. Кто медом, кто солить. Я люблю это соленые мои дети. Смотрите, как венчиком хорошо. Ой, как удобно. Видите, какой? Видите? Как крем. Пошла здесь сколько вода? Почти чайник. Почти чайник. Литр 700. Помни чайник же был, да? Да, полный чайник. Здесь любовь, любовь. Поэтому она такая красивая. Дарим любовь. Смотрите, какая красота. Соль проверим. Чуть-чуть соль не хватает. Она уже готова. Да. Сейчас еще. Когда чуть-чуть соленый, делаешь еще вкуснее. Смотрите, какая красота. Смотрите, масло. Вот, видите масло? Света видно? Да. Вот, масло собирай. Значит, это у нас уже готово. Соль у меня уже готов. Так что желаю моей дочке здоровья. И детям, и мужем, и семье, здоровье, и счастье. Вместе с нами, дорогие мои. И с вами. Я вас очень люблю. Готовьте с любовью. Вот, я сейчас заберу. Вот, смотрите, какая красота. И вот эта больница от Месса. И сейчас мы тоже будем есть. Очень красиво и вкусно. Вот так. Смотрите. Моя свекруха сделала мне. Учила. А сейчас передаю молодым. Кто не знает, это для тех, которые хотят учиться. И хотят бить хорошим невесткам и свекрюхам. А сейчас передаю молодым. Спасибо. 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 Спасибо.